хорошая работа печени обеспечивает для вас самое важное правильное полноценное питание каждой клетки вашего организма в режиме реального времени как вы думаете может работать клетка не получая правильное питание может ваш любимый автомобиль возить вас на разные расстояния если вы заливаете ему непонятно какой бензин я думаю что если сможет и не очень долго авто мастер вам потом объяснит во что выльется такая экономия такая непредусмотрительность от работы печени на сто процентов зависит правильная переработка всех продуктов питания напитков которые вы поместили в пищеварительную систему их переработка в нужные для вас компоненты и доставка работающим клеткам одновременно хорошая работа печени обеспечивает на 70 процентов очищения вашего организма как от продуктов жизнедеятельности которые образовались в клетках таки от тех которые попали через органы дыхания через кожу другими путями и по этой причине или по этим причинам хорошая работа печени обеспечивает вам высокое качество жизни без болезней и активное долголетие становится реальностью если же вы понимаете что у вас не самая хорошая работа печени и вы искали поисковике плохая работа печени я вас прекрасно понимаю есть разные степени нарушения работы печени но и в зависимости от того насколько она нарушена безусловно продолжительность выхода из этого состояния я вам попробую рассказать этапность в нарушении работы печени чтобы вы понимали что в принципе ничего из ничего не происходит и самые тяжелые заболевания начинаются с самых легких эти дорога в 1000 лье начинается с первого шага и вот в ухудшении работы печени и в обеспечении нормальной работы печени очень важно понимать разные состояния ну безусловно как вы понимаете печень работает в режиме реального времени постоянно круглые сутки и всю вашу жизнь с первого до последнего дня с первой до последней минуты печень очищает вашу кровь результат своей работы она складывает в желчный пузырь и от состояния от работы желчного пузыря зависит в принципе работа способность вашей печени поэтому когда вы идете на узи и вам говорят есть дискинезия желчного пузыря и вне печеночных желчных протоков и или по разному бывает вы должны понимать что уже печень не будет работать хорошо раз есть дискинезия другое дело что тут препаратов мало поэтому очень редко кто лечится сознательно хотя я знаю какие условия нужно поставить работу печени желчного пузыря чтобы дискинезия для вас имела только теоретическое значение что только на узи видели да есть какой-то перегиб перетяжка протоков но состояние желчи и желчного пузыря нормально нет застоя желчи нет взвеси нет хлопья тем более камней что это все стадии одного и того же процесса я это прекрасно понимаю я написал и опубликовал более 50 книг одна из них что делать если у вас есть печень знаете для того чтобы вот это две красные клубнички работали хорошо вот эта маленькая зелененькая желчный пузырь должна работать великолепно печени хорошо стоит зацепить какую-то дискинезию есть проблема печени некуда очищать кровь вы знаете я вам открою может быть тайну ну подумаешь там застой желчи ну там какие-то хлопья да какие-то хлопья вот этот самый застой желчи не дает печени повышает давление в системе не дает печени перерабатывать полезные вещества в нужной вашему организму все питание закончилось вы думаете что там просто какой-то застой а а ваш организм не получает полноценное питание легко и просто более того питание нарушается вторично когда есть дискинезия которую вы не устранили которую вы не скомпенсировали возникает другая проблема желчь это пока находится в желчном пузыре это грязь а как ушла в кишечник это пищеварительный секрет который помогает переваривать пищу особенно жирную пищу жиры нужны вашему организму чтобы жира обычно растворимые жирорастворимые витамины а е д жирорастворимые фракции витаминов к п витамин f это тоже жиры и это все не усваивается знаете если я начал бы перечислять полезные свойства жирорастворимых витаминов это видео закончилось бы часа через три я поберегу ваше время вам не нужно это знать вам нужно знать как дискинезию вылечить как скомпенсировать это состояние как устранить застой желчи я это знаю как это сделать а вы можете узнать обратившись по контактам которые видите под этим видео потому что дискинезию нельзя оставлять просто так потому что как правило дискинезия и вегетососудистая дистония они возникают совместно знаете если дискинезию можно как бы не лечить в сд очень серьезная штука знаете если кроме того что там бывают страхи тревоги всякие депрессии очень непростое заболевание при желании вы можете посмотреть видео про всд на моем канале не буду вас утруждать в этом видео если вы подписались вам это будет сделать проще если вы не подписались на канал скачка борис подписывайтесь легче вам будет найти другие видео на эту тему отпускать ситуацию нельзя это второй холецистит то есть воспаление желчного пузыря но я считаю ну подумаешь холецистит с кем такого не бывает да я вас прекрасно понимаю но если у вас есть холецистит о чем это говорит о том что желчный пузырь который в принципе достаточно продолжительное время всю вашу жизнь удерживает себе фактически экскрет то есть это мешок для грязи скажем так который ваш организм приспособился переваривать пищу заодно дезинфицировать в этой грязи бактерии не живут они гибнут желчный пузырь воспаляется далеко не у всех если у вас есть холецистит я понимаю какой уровень грязи вашем организме нашла печень и сложила в желчный пузырь что он воспалился от этого представляете на секундочку себе ситуацию я понимаю что если у вас есть просто холецистит какой-то которому или недооцениваю подумаешь холецистит это индикатор насколько хорошо еще пока работает ваша печень она способна очищать кровь от токсинов желчный пузырь не выдерживает и в эту ситуацию нужно активно вмешиваться активно помогать не знаю как это сделать контакту и видите обращайтесь потому что когда есть дискинезии есть холецистит условия для того чтобы тот песочек те хлопья которые там образуются превращались камни уже созданы и спокойно появляется третий диагноз на этом фоне желчекаменная болезнь чем камни могут быть разными знаете самые вредные камни самая опасная стадия когда камушки маленькие несколько миллиметров до полу сантиметра камни они могут выходить из желчного пузыря или могут там перемещаться вызывая приступы но вы знаете приступ печеночной колики он не самый опасный болезненно я понимаю вас но это не самое худшее что можно себе придумать уже когда к шейке желчного пузыря подходит камушек и вклинивается вот здесь рефлекторно спазмируют коронарные сосуды и кроме того что здесь больно плохо сердцу потому что корона распазм ухудшается кровоснабжение мышцы сердца а сердце на диету не посадишь работает регулярно больше того приступы аритмии тоже провоцируются отсюда же если у вас боли в области сердца в ночное время если у вас аритмия появляется в ночное время то вам кардиолог интересен вам нужно сходить на узи и удостовериться нет ли камней в желчном пузыре кардиолог вас 200 лет будет лечить что у вас хороший ангелохранитель или вы окажетесь с инфарктом в кардиореанимации если ангелохранитель оказался не тот а вам всего то нужно проверить хорошо сделать узи печени желчного пузыря удостовериться нет ли там ко мне с препаратами вы будете коронарные приступы снимать долго и нудно аритмии будете снимать долго и нудно больше беспокоит а ночью не самое удобное время пока вот тут я согласен желчекаменную болезнь в данном случае нужно удалять оперативно решать проблему нужно радикально удаление желчного пузыря но только в этом случае если у вас камушки такие более спокойные уже прошли маленькую стадию стали там сантиметр и больше знаете не стоит я думаю вам так активно вмешиваться в эту систему потому что по данным вскрытий каждый третий человек носил камни а по причинам смерти две трети людей умирает от сердечно сосудистых заболеваний каждый пятый от онкологии вы знаете вот желчного перитонита умирают единицы да это нужно быть очень неудачливым чтобы желчный пузырь в конце концов порвался и развилась желчь брюшной полости поэтому если у вас бессимптомное носительство камней в желчном пузыре носите контролируйте их на узи периодически не трогайте уже как только вы удалите желчный пузырь системе пищеварения появится очень серьезная проблема желчным пузырем тяжело переваривать пищу если там есть камушки у вас определенный режим появляется кстати чтобы узнать его опять-таки вы контакты видите а без желчного пузыря еще тяжелее очень непростые условия возникают потому что резко нарушаются условия для переваривания все тех же жиров и жирорастворимых витаминов жиры то ладно бог с ними прошли по кишечнику и не страшно вот жирорастворимые витаминов тут серьезная проблема поэтому тут нужно думать что делать и как делать поэтому если вы хотите доиграться до желчекаменной болезни до операции играйтесь но я бы советовал вам все-таки начать с другой стадии и либо предотвратить желчекаменной болезни и вот перевести в такое знаете скомпенсированное состояние когда и камушки да ну куда они уже не денутся желчного пузыря пищеварение идет оптимально поэтому это фактически третий этап в нарушении работы печени и желчекаменная болезнь указывает на давность процесса это говорит о том что застой желчи нарушение работы печени очень давно на этом фоне легко развивается атеросклероз сосудов этом фоне развиваются другие заболевания знаете это уже следствие вот и самый дискинезии которую проигнорировали вначале поэтому не нужно игнорировать диагнозы если у вас есть какой-то диагноз со стороны печени желчного пузыря протоков это нужно решать это нужно лечить нельзя отпускать на самотеку потому что очень легко развивается хронический панкреатит который потом вам даст прикурить зачем вам это надо проще скомпенсировать ситуацию на уровне дискинезии что еще может быть какие еще частые причины понятно среда достаточно агрессивная очень часто развивается гепатит ну вы знаете избежать сложно вирусный гепатит а вообще не избежать то есть это болезнь грязных рук и рекордов гиннесса есть там американец в возрасте за 40 лет который доказал что вирусным гепатитом он переболел в таком возрасте как правило это болезнь грязных рук это детский возраст там переболевали печень скомпрометирована но с этим можно жить все же с этим же вопрос как ей потом помогать вот это будет правильно конечно есть другие вирусы которые переносит кровью гепатиты bc вы знаете с ними тоже можно подружиться жить нормально если вам нужно узнать как это сделать правильно какие как питанием травами скомпенсировать ситуацию не вопрос контактов видите легко можете обратиться потому что плохо леченый гепатит это не самая хорошая вещь вот это уже не дискинезия это уже ситуация пошла дальше что кроме вируса вы знаете еще экологии у нас есть еще продукты питания этого качества а многие принимают еще медикаменты кто-то сам себе их назначает кто-то нажил благодаря работе печени из-за плохой работы печени другие заболевания по поводу их принимают медикаменты я не рюшу нужно бросить уже думать о печи потому что через работу печени можно скомпенсировать и те заболевания и сократить приемы медикаментов которые для печени безразличны поэтому тут очень важно правильно сопровождать ситуацию потому что неизменное следствие гепатита есть жировое перерождение плеток печени или ожирение печени или жировой гепатоз вы должны просто понимать что когда печень скажем распалена работает плохо когда она заместила жировой ткани вовсе не работает эта клетка не работает очень важно помочь печени регенерировать восстановиться что при жировом гепатозе как правило на увеличено да она изменена увеличена по необходимости не потому что печень теперь супер хорошо работает там очень много клеток замещенной жиром они не работают отсюда тоже можно улучшить работу тяжелее возвращаться путь длиннее вы ушли дальше вы не просто годами десятилетиями не обращали на состояние печени внимания более того вы еще могли кроме того что перенести какой-то гепатит пищевое отравление могли просто экстремально снижать вес когда или набрав махнули на эту руку и сказали все избыточный вес со мной знаете и та и другая ситуация неправильные потому что их нужно опять таки не отпускать печень восстанавливается она хорошо восстанавливается великолепно восстанавливается и нужно создать эти условия потому что следующие стадии зажировым гепатозом это фиброзы циррус печени на финише да там у вас есть тысяч пятьдесят долларов и родственник который готов поделиться половиной своей печени да не вопрос они все имеют такие деньги таких родственников которые согласны стать инвалидами ради человека который самый лучший образ жизни поэтому мой вам совет если вы уже где-то приобрели вот эти вот заболевания нужно решать потому что печень управляет всем обменом веществ и когда плохо плохая работа печени вам очень плохо что печень управляет обменом углеводов да не управляет сахарный диабет 2 типа то легко перейдет и в первый тип диабет когда истощится поджелудочным печень управляет должна управлять обменом жиров если не управляет атерослиров сосудов это причина номер один среди причин смерти сосуд порвался все инфаркт инсульт по выбору печень управляет обменом белков и на начальник стадии если она этим не очень хорошо управлять развивается специфический солевой диатез который приходит в очень каменную болезнь а по дороге появляется подагра да все занимаются выведением мочевой кислоты и забыли что управляет обмен веществ таки печень и от ее состояния зависит уровень мочевой кислоты не рождаетесь вы с подагрой с высоким уровнем мочевой кислоты а приобретаете по жизни когда возможности организма постепенно снижаются вот здесь это появляется подагра когда не может ваша печень поддерживать обмен веществ на нужном уровне печень накапливает витамины микроэлементы но это мизер по сравнению с другой функции она вырабатывает белки переносчики которые практически связывают витамин или микроэлемент в кровеносном русле и транспортируют к работающей клетке нет белка переносчиков все объедаетесь витаминами с микроэлементами любым питанием теоретически попадает ваш организм практически до клеток не дойдет по той простой причине что нет белка переносчиков не выработала печень нужное количество поэтому вам при хорошем уровне здоровья при хорошей печени до лампочки вы один два раза в день кушаете и этого хватает уровень здоровья хороший вот когда печень подсела вот тогда возникает ситуация кушает по привычке два раза в день что-то не то не идет здоровье куда-то наделась оделась потому что вам уже теперь балансировать рацион питания так чтобы печень меньше выполнял эти функции чтобы она проще контролировал обмен веществ очень серьезный орган печи и если у вас хорошая работа печени хороший гейнотип да не вопрос если вы что-то делаете для нее прекрасно мой вам респект а если нет подумайте о своей печени что для нее сделать чтобы она работала хорошо я буду заканчивать это видео словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и думаю что следующий звонок будет от вас звонить